Привет, дорогие друзья! Меня всегда интересовал вопрос. Паспорт какой страны круче? Украины или Соединенных Штатов Америки? Израиля или Казахстана? Киргизии или Канады? И я решил погуглить, поискать, посмотреть, может быть, есть какие-то люди, которые каким-то образом сделали рейтинг крутости паспорта. И есть рейтинг, действительно, он существует, рейтинг крутости паспорта по открытию границ. Сейчас вам объясню. Есть такое понятие, как свобода перемещения. Так вот, каждый год люди занимаются тем, что смотрят, в какие страны разрешен въезд без визы, в какие страны нужно получать визу. И на основании вот этих вот показателей строят большой рейтинг мировой, международный, и выстраивают страны, которые могут ездить в большинство стран мира, и которые там на самом последнем месте те страны, которые, к сожалению, не могут никуда ездить, им везде нужна виза. Так вот, мы сегодня с вами поговорим о рейтинге паспортов с точки зрения перемещения по миру, то есть свобода перемещения по миру. Рейтинг такой. Поговорим сегодня о странах СНГ, Украине и Грузии, также мы с вами поговорим, где же в этом рейтинге находится Канада, Соединенные Штаты Америки, Израиль, а также мы с вами поговорим о том, кто же на первом месте, какие страны, какой паспорт позволит вам путешествовать почти по всему миру. Поехали! В первую очередь мы начнем с показателей стран СНГ, то есть я буду говорить, на каком месте в рейтинге свободы паспортов по перемещению в мире находятся конкретно страны в СНГ, и также буду говорить, сколько в этих странах безвизовый режим, визовый режим и электронное разрешение на въезд, а также виза по прибытию. Сейчас объясню. Есть несколько вариантов въезда на территорию другой страны. Оформление визы. Просто безвизовый режим, когда тебе не нужно оформлять никакую визу. Потом есть электронное разрешение на въезд. Это когда ты, допустим, из своей страны хочешь поехать в другую страну, и тебе надо в интернете на сайте посольства той страны, куда ты едешь, заполнить анкетку. Тебе дадут такую бумажечку, и ты с этой бумажки просто, она такая электронная виза называется, с ней вместе проходишь границу. А также есть виза по прибытию. Это когда ты получаешь въезд на территорию своей страны уже на территории страны, куда ты прилетел. То есть ты просто подходишь к пограничнику, даешь свой паспорт, он тебе ставит штамп и пишет в этом штампе, сколько времени ты можешь находиться на территории этой страны. То есть, видите, грубо говоря, это тоже как безвизовый режим. Просто ты на территории уже страны подаешь документы. Вот. Начнем, значит, с Азербайджана. Сразу скажу, в списке, в этом рейтинге, вы, кстати, можете ознакомиться в ссылках в описании, я оставлю ссылку на него, в рейтинге всего 73 позиций. Почему? Потому что многие страны, они вместе, как бы, в рейтинге на одном и том же месте. Ну, когда мы дойдем с вами до лучших стран с точки зрения путешествий, да, там по свободе перемещения паспортов, вы обратите внимание, что там прям несколько стран. Поэтому здесь в рейтинге всего 73 места. Начнем. Так вот, Азербайджан в рейтинге свободы паспортов, она находится на 48 месте из 73. Для Азербайджана доступно 28 стран безвизового въезда, 36 стран виз по прибытию и 2 электронных разрешения на въезд. То есть, вот эти все страны, и в сумме получается всего лишь 66 стран, которые ты можешь посетить, не задумываясь об оформлении визы. Давайте смотрим дальше, ребятки. Республика Армения. Она находится на 54 месте из 73. Всего они могут въехать в 60 стран без визы. То есть, просто обычный безвизовый режим всего лишь с 23 странами, виза по прибытию ставится в 35 странах, и электронная виза на въезд получается только в двух странах. Ну, то есть, в общей сложности 60 стран, где ты не должен заботиться о получении какого-либо визового разрешения на проезд. Но, опять же, мы сейчас все-таки говорим с вами о туризме, да, то есть, я не могу сказать, какой рейтинг будет по рабочим визам и тому подобных. А вот чисто вот въехать, посетить страну, это вот в рейтинге в таком. Значит, следующая страна, Беларусь. Она находится на 43 месте. На 43 месте она находится из 73. Для беларусов, значит, показатель свободы передвижения 71. Безвизовый режим с 30 странами, виза по прибытию с 39 странами, электронное разрешение на въезд всего с двумя странами. Кстати, если вы хотите более детально посмотреть, какие страны из твоей страны ты можешь поехать без визового, вот этот сайт, который у меня в ссылках в описании оставил, вы его, зайдите на него, найдите свою страну, и там четенько можно посмотреть, в какие страны вы можете въехать, в какие страны вы не можете въехать. Смотрим дальше. Республика Казахстан. В рейтинге свободы передвижения паспортов она находится на 46 месте из 73. Для обладателей паспортов Казахстана свободно показатели передвижения означает 68, то есть 68 стран плюс-минус безвизового режима, из которых полностью безвизовый режим с 26 странами, виза по прибытию ставится в 40 странах, и две страны выдают вам электронное разрешение на въезд. Смотрим дальше. Республика Кыргызстан. Кыргызия. Республика Кыргызия. В рейтинге свободы паспортов на 54 месте. Вместе, кстати, с Арменией. На одной ячейке это относится. Значит, всего лишь 20 безвизовых стран с вами. Виза по прибытию ставится в 38 странах. Ну, электронное разрешение на въезд вы получите только для двух стран. Смотрим дальше. Республика Молдова. Кстати, находится она вместе с Белоруссией на одной строчке. 43 место. Безвизовый режим с 31 страной. Виза по прибытию в 38 стран и электронное разрешение на въезд в две страны. Ну, тоже вот. Когда мы дойдем уже до чего-то более такого. А, ну вот. Российская Федерация. В рейтинге свободы перемещения паспортов находится, внимание, на 22 месте из 73. Для россиян безвизовых стран 58. Виза по прибытию в 35 странах и электронное разрешение на въезд в четырех странах. То есть, как бы, видите, Россия оказывается повыше в рейтинге стоит. Смотрим дальше. Республика Таджикистан. В рейтинге свободы перемещения паспортов она находится на 58 месте из 73. Безвизовый режим только с 18 странами. Виза по прибытию в 36 странах. И электронное разрешение на въезд всего лишь в двух странах. Смотрим дальше. Следующая сторона у нас Туркменистан. Она, кстати, самая низкая в нашем рейтинге с вами, ребяточки. Она находится на 62 месте из 73. Безвизовый режим только с 12 странами. Виза по прибытию в 38 странах. И две страны выдают вам разрешение на въезд электронное. Смотрим дальше. Следующая сторона в нашем списке – Узбекистан. Она находится на 57 месте из 73 в рейтинге. И, значит, безвизовый режим всего лишь с 18 странами. Виза по прибытию в 37 странах. Электронное разрешение на въезд в двух странах. Смотрим дальше. Следующая сторона в нашем рейтинге – Украина. Вы, кстати, сейчас подумаете, что она вообще где-то в топчике сейчас находится. Ну, не так. Все, ребятки, однозначно. В рейтинге она находится на 27 месте из 73. Для граждан Украины доступны 45 безвизовых стран. Виза по прибытию в 41 стране. Электронное разрешение на въезд в 4 страны. Вот. Так что не все так гладенько. Теперь поговорим с вами о Грузии. Грузия, кстати, тоже неплохо. Грузия находится в рейтинге на 30 месте из 73. Значит, у них безвизовый въезд в 43 страны. Виза по прибытию в 39 странах. И электронное разрешение на виз в 2 страны. Тоже неплохо. Ну, давайте теперь на нашей любимой Канаде. Как вы думаете, на каком месте она находится? Давайте ставим пробел. Тормозим ролик. В комментариях пишем, в каком, по вашему мнению, в каком месте в рейтинге в данном находится Канада и Америка. И мы с вами... И потом давайте продолжим ролик. Так вот, продолжаем. Канада в рейтинге свободы перемещения паспортов находится на 15 месте из 73. Для канадцев доступны 65 стран безвизового режима, 42 страны визы по прибытию и 3 электронных разрешения на въезд. Смотрим дальше. Теперь США. США в рейтинге свободы паспортов с точки зрения перемещения находится на 17 месте из 73. Для них доступна 61 страна безвизового режима, 42 страны визы по прибытию и 3 электронных разрешения на въезд. Давайте ради интереса посмотрим Израиль. Это вот все-таки страна, в которую очень много уезжает с постсоветского пространства людей, у которых есть хотя бы какие-то дальние корни, связанные с евреями. Начнем. Израиль. В рейтинге свободы паспортов находится на 24 месте. Безвизовый режим с 55 странами, виза по прибытию 36 стран, электронное разрешение на въезд 3. Для израильсян въезд на территорию Канады можно получить по электронному проездному документу. То есть ты просто заходишь на сайт правительства Канады и оформляешь себе электронную визу и летишь в Канаду. Тебе не надо оформлять никакие другие документы. Так что... Ну а теперь, дорогие друзья, поговорим о первых местах. Первые места. Первое место делят Германия, Финляндия, Испания, Швейцария. Смотрите. 99 и 98 стран. Ну, то есть в Германию, Финляндию, Испанию и Швейцарии они могут въехать без визы в 98 стран. В 37 стран у них все по прибытию ставится виза, и у них виза нужна только до 63 стран. А для второй... Второе место в рейтинге делят Швейцария, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия. У них въезд в 134 страны, в принципе, без визы, либо с визы на месте. Им нельзя въезжать тоже в 64 страны без визы. Вот такие вот дела, ребяточки. На сегодня все. Я понимаю, это вот, знаешь, статистическая информация, вот это все, вот это вот слушай, неинтересно. Просто ты можешь, мой дорогой подписчик, осознать, что, в принципе, паспорт твоей страны, он еще все-таки дает какие-то привилегии хотя бы при путешествиях. На сегодня все. Ставим лайк и подписываемся на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok